Вопрос Кривцова Также нужно понимать, что Коля Матвиенко и Коваленко также вчера играли, и возможно время восстановления будет очень коротким. Мы будем внимательны к этим ситуациям, и поймем, будут ли они в хороших кондициях, чтобы выступить уже в пятницу. Кривцов и Степаненко, это по Львову или Хофенхайму? Нет, сейчас я говорю о Львове, только о Львове. Когда можно ждать возвращения в Марлос, если шансы увидеть его, допустим? Сложно, сложно. Я должен сказать честно, сложно. На данный момент он восстанавливается, но он еще не в своих лучших кондициях. Я думаю, что это займет еще некоторое время. Мы должны признавать, что возможно с Хофенхаймом он еще не выступит. Как прошла пауза? А что делали акции? Абсолютно нормально все прошло. Понятно, что очень было ограниченное количество игроков, чтобы полноценно работать. Очень многие играют в сборных. Также некоторые ребята у нас травмированы. Если говорить сейчас о Ване Ордеце, о Максе Малышево, о Фернандо. Понятно, что мы старались работать даже с этим ограниченным количеством игроков. Тем не менее, мы отрабатывали свои моменты, свои принципы игры. Мы, конечно же, всегда старались подстраиваться под небольшое количество ребят, которые были доступны. Да, действительно, осталось всего пять игр, чтобы закончить первую часть чемпионата. И понятно, что все эти вопросы сейчас и изучаются с администрацией клуба. И мы работаем в этом направлении, чтобы, конечно же, усилить нашу команду. Это были матчи, где, понятно, одна игра не решала ничего. И тренер сборной также воспользовался моментом, чтобы дать игрового времени другим ребятам. Признаю, что к первой игре я не был совершенно внимательным. Но во вчерашнем поединке с Турцией я посмотрел практически весь матч. И действия молодых игроков, молодых ребят, которые вчера играли, были очень положительными. Думаю, что Украина и тренера сборной Украины должны оставаться оптимистами по будущему. В команде появился яркий парень такой за последний месяц, это Михаил Мудрик. Он из-за кипа ПСУ Мудрик. Его любят камеры, он любит камеры. Общались ли вы с ним на эту тему? Давали ли какие-то советы? Сейчас говоришь с Кумуэл в тот момент, что он собрал Макой за ударом Машдейкэш? Да, конечно же. Конечно же, я постоянно разговариваю с ним. Это молодой игрок, которого мы взяли к нам в первую команду, чтобы он с нами поработал, чтобы он понял нашу игру. Как я говорил, понятно, что он еще очень-очень молодой, ему еще нужно многому научиться, и мы должны иметь терпение и дать ему время, чтобы он вырос, особенно по тактическому уровню. Ну, это очень талантливый игрок, и больше всего он очень любит игру, и футбол, это самое важное. Это, без всяких сомнений, будет очень сложная игра. Эти матчи после паузы, после игр сборных, вы обратите внимание, что у нас практически вот уже послезавтра игра, а у нас еще нет игроков, чтобы отрабатывать стратегию к этим играм. И, конечно же, это делает эти матчи еще более сложными. Потом мы встретимся с командой, которая показывает хорошие результаты, которая проводит отличные игры против наилучших команд в нашем чемпионате. Эта команда очень компактна в своей обороне, очень организована, и ребята отлично также выходят в атаку. В любом случае, я думаю, что это будет очень сложная игра, имея в виду все эти вопросы, и, конечно же, по качеству соперника. Львов называют львовским шахтером, потому что там тоже много бразильцев. Какого вообще стиля игры команды? Похож он на шахтер? Похож он на шахтер? Нет, я думаю, что не похож. Не похож. Это два совершенно разных стиля игры. Два совершенно разных стиля. Но в то же время нужно понимать о индивидуальных качествах игрока и игроков. У них есть много великолепных игроков. Но в любом случае, игра совершенно отличается на нее, похоже. Паулу, много травмированных. Это самый неприятный момент осени? Или есть какие-то вещи, которые вас беспокоят? Паулу, мы очень зеленые, что утону, и пиор, койза, к тебе еще мальчату, о, в койзах пиор. Не что, Тону? Нет, на самом деле, это одна из самых неприятных вещей в нашей команде сейчас. Это травмы некоторых игроков. И это не мышечные травмы. Это те травмы от ударов, когда мы не можем ничего сделать, чтобы этого избежать. И обратите внимание, мы остаемся без очень важных игроков нашей команде в решающем периоде, в решающих моментах. И в любом случае, это проблема сейчас в нашей команде, где мы рано или поздно все равно стараемся справляться с этими проблемами. Но, тем не менее, это в любом случае усложняет нашу нормальную, обычную игру и ежедневную работу.